Всем привет! С вами снова, как всегда, я Горенков Михаил, главный администратор сообщества Split Decision. На этой неделе у нас турниров UFC нет, но люди просят подкаст. Турниры есть. Конкретно есть два отечественных турика. Это Fight Night Global 74 и ACB 71. Помимо этого, там есть еще Glory. Но конкретно сегодня мы разберем по большей части турниры ACB. Потому что есть коэффициенты на весь карт. Немножко пробежимся по Fight Nights. И может быть я там в конце чуть-чуть зацеплю Glory, потому что люди спрашивают и в комментариях, и в личку пишут. А может быть какие-то там дополнительные какую-то инфу, да. В напарниках у меня, как всегда, Влад, а не стартов сообщества Deposit Project. Влад, привет! Привет! Ну, собственно, начнем тогда, да? Да. С какого турика начнем, Влад? Ну, наверное, да что, Fight Night давай, но только сразу я говорю, что, в принципе, я могу что-то сказать, только, ну, по главному бою, может быть, и немного по Common Event. Да, здесь, собственно, как бы у меня история абсолютно такая же, как бы, здесь коэффициент на Common Event и третий бой, там, на Хачатаряна 1.3, на Хизриева 1.41. Абсолютно понятно, почему они фавориты, что там размассовывать, размазывать, смысла я особо не вижу. А с другой стороны, именно главный бой вечера, Майкл Грейфис против Николая Алексахина, это достаточно интересный матчапчик. Коэффициент на фаворита очень интересный. Для тех, кто, как бы, не в курсе, ну, объясню на пальцах, да, то, как я это вижу. Николай Алексахин, это, как бы, парень такой мощный, крепкий, неплохой ударник, который, как бы, там, всякие, там, говнопромошены штурмовал в свое время, да, и вот сейчас и копался именно в Fight Night Global. Вот, конкретно, 1FC у него, допустим, в ACB, короче, там, дрался он в Young Eagles, выиграл от какого-то Бразила, на ProFC дрался, 1FC пробовал себя, да, победил какого-то мешка, потом вышел на сквина, был отлежен 5 раундов, потом вышел в Fight Night Global против Сагида Изагаммиева, короче, тоже был, собственно, отлежен. После этого победил себе Инамото, вот, в принципе, вел бой, но, как бы, еще и подмахнула маленько травма, да, по-моему, была травма ноги. Да, да, да. Вот, с другой стороны, Майкл Грейвс, как бы, выступал там, второсортных, третьесортных промоушенах, выступал неплохо, вот, бился на ТАФИ, там, проиграл Камару Усману, причем, проиграл решение большинства, вот, и после этого в UFC провел 3 боя, вернее, 4 боя, в 3-х из них одержал победу, победил Джейсона Джексона, а, нет, Джейсон Джексона, тоже ТАФ, извините. Три боя в UFC, вот, выиграл Висента Люки, причем, уверенно, достаточно решение, выиграл Рэнди Брауна, вот, с обмешанного в втором раунде, и до ничей добился, отбился с Баяном Величковичем, вот, собственно, после этого был уволен из UFC, не потому, что он, там, мешок или что-то еще, просто он, там, бабе своей лещей надавал на улице, на глазах, там, у толпы, в итоге, там, расследование, тролливали, UFC это не любит, его уволили. Является достаточно разносторонним бойцом, ну, с таким, достаточно серьезным уклоном именно в борьбу. Неплохо борется, хорош в партере, и здесь, собственно, у нас такое столкновение стилей. Ударник Алексахин, которого постоянно залеживают, и Майкл Грейвс, который неплохо борется, в хорошей форме, по крайней мере, по вешалке, как я посмотрел, при этом имеет преимущество в габаритах. Понятное дело, что, там, блядь, это видео, там, ракурсы, не ракурсы, но вот так вот, чисто визуально, и я считаю, что здесь коэффициент 1.5, в принципе, жирный. И уже я дал, как бы, бесплатную ставку, вот, бесплатный прогноз именно на этот бой, именно ставку на Майкла Грейвса. Теперь, собственно, Влад, хотелось бы услышать твое мнение, может быть, тебе есть что добавить, может быть, у тебя оно абсолютно противоположное. Ну, добавить, если разве что только то, что Грейвс, как бы, несмотря на инцидент, он, в принципе, пацан, ну, какой-то, блядь, заливной. Несмотря, ну, действительно, у него борьба, ну, не то, что на хорошем уровне, она, в принципе, на высочайшем уровне, как бы, пацан прошел, там, в принципе, несмотря на 6 боев, типа, официального рекорда, он и на ТАФе был, и, как бы, борьба у него реально отличная. Причем, можно было бы сказать, что, там, Алексахин физически крепкий какой-то невероятный, да, там, мощный парень, но, на самом деле, все, с кем он нравился, ну, может быть, кроме Рэнди Брауна, да и тот тоже физически сильный. И, как бы, и Величкович тоже очень крепкий, и все они габаритные, причем они и больше его были, и так далее. И, как бы, проблем особо не составляло, то есть, он очень сильный борец, как бы. И Алексахин, который, в принципе, ладно бы Наскрин, да, как бы, ну, ладно, да, можно опустить этот бой, но, например, там, вот, крайнее его поражение тоже, там, это, ну, реально, то есть, его просто заваляли, вот, ну, прям в одну калитку и вообще беспросветно. Причем, там, ну, любые попытки тейкдауна практически проходили, как бы, и ловить ему особо нечего с борцами. Но, с другой стороны, как бы, Грейвс, я не знаю, форму его просто не видел, как бы, да, на данный момент. Если у него форма реально хорошая, то, да, это Грейвс, типа, вообще, в принципе, без Вариков. Если он какой-то, там, не знаю, какой-то непонятный, и, там, опять же, год простой, тоже у него, там, все дела. Опять же, возможность какого-то панча, она не исключена, но здесь, как бы, 1,5, это, ну, по делу абсолютно. Абсолютно. И если Грейвс не зальет, там, не будет бухать или что-то такого, то, в принципе, да, я, в принципе, согласен абсолютно. Да, безусловно, здесь вот именно есть два момента, да, которых стоит опасаться. Это то, что вот даже взять последнее наступление Грейвса, да, против Величковича. Там, по сути, не то, что Величкович так охуенен, а реально там Грейвс хуйней занимался весь бой. И в какой-то непонятной форме подошел, не знаю, с чем это было связано, да, вот. Вот, тем не менее, нища, нища, как бы, да, ну, и, конечно же, какой-то локипанч от Алексахина. Но, опять-таки, Грейвс с такими очень опасными ударниками встречался, как Висент и Люйки. Рэнди Браун, хуй, 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 простите. Рэнди Браун, да тот же самый Джейсон Джексон Атафи. Это ударники очень высокого уровня, очень высокого уровня. И там, как бы, панч не проканал. И Алексахин, который не является супер-мега каким-то охуенным ударником, не думаю, что сможет, там, блядь, показать то, что не получилось у этих ребят. Так я это вижу по идее, там, я на самом деле думаю, там, на Грейвс должен был быть коэффициент, если мы их прикидываем в оптимальной форме, блядь, не знаю, там, 1,3 в лучшем случае. Вот примерно как-то так. Идем дальше? Да. Что у нас, ACB там дальше, да, помаленьку? Ну, давай по порядку там начнем. Единственное, что паримачи сейчас какие-то технические работы. Там они до сих пор линию на ACB не дали, но она уже есть в таких быках, как примерно, там, Fonbet, Xbet. Других быка не проверял, поэтому пробежимся по порядку по Xbet. Если по порядку, то, собственно, там у нас первый бой это DJ Linderman, по крайней мере, в линии против Амирхана и Сагаджиева. Линдерман запомнился чем? Этот парень у нас получается... Так, пять сек. Вот, в крайнем своем бою, по-моему, да, дрался против этого. Против Минакова же он бился, по-моему. Ну, там не в крайнем, но вот в предпоследнем, да. В предпоследнем. А в крайнем против кого он дрался? Какой-то Билл Уайлдер. А, ну это получается там где-то в Калифорнии, Риджинал, все дела. Показал он на самом деле достаточно веселый бой против Миталия Минакова. Ну, скорее Минаков показал он себе бой. После этого он сумел уже поражение закрыть где-то там у себя дома. И вот его выводят против, так сказать, в кавычках проспектов. Вот, чувака, который идет с серии из двух побед. Плюс одна еще типа в любительской карьере. И причем ее победы у него в профи против какого-то Джорджа Сакаева. Вот, в МФП и Файтнайт Глобал. Интересный, конечно, парень. Вот, у него в игре в рекорде 22 победы, на типовом которого общий рекорд 0.4. И, собственно, по коэффициентам, что мы видим? На Линдерману на 2.59, на Исагаджиеву 1.51. Как вообще думаешь, Влад, ты вообще разбирал этот бой? Нет? Есть что-то сказать? Ну, каким образом, да. Я вот разбирал тем, что я просто видел бой Линдерману с Минаковым, как бы, и все. И еще, я же смотрел, как бы ориентировался на Шердок, в принципе, и там вообще у него боев нет. И Сагаджиеву, как бы, вообще нет боев. Ну, там Шердок не записан, а просто бабок не заплатил. Да, там, как бы, я по всей видимости думаю, что он какой-то у него бэкграунд есть, скорее всего. То есть, ну, такой какой-то мощный. И поэтому он идет фаворитом здесь за 1.5. Но 1.5, скорее всего, из-за того, что вес тяжелый, как бы, и там всякое может быть. То есть, тот же бой с Минаковым показал. Ну, я вообще не знаю, на самом деле, с этого Сагаджиева. То есть, ну, абсолютно. Ну, походу, это типа проспект. Ну, и Линдерман тоже такой фрукт, что, ну, там, глянуть на рекорд и все понятно, как бы, да. То есть, там какие-то стрики из поражений, там. Ну, вот я смотрю, он, кстати, Уолту Харрису проиграл нокаутом, то есть, который сейчас в UFC. Ну, то есть, так, ничего особенного, просто, не знаю, просто какой-то, ну, блядь, жирный мужик. В принципе, бой с Минаковым тоже, ну, это тоже, ну, это уже проблем Минакову, как бы, были. Абсолютно. Ну, я не знаю, наверное, он выиграет, но за 1.5 я вообще не знаю, что это за парень, как бы, и забирать я его, наверное, не буду. Я, наверное, может быть, ТМ уж, если сильно захочется, ТМ на этот бой можно взять. Полтора, там, ТМ полтора, не знаю. Да, ребят, я тут тоже особо эксперта строить не буду, я эту пару не разбирал. Опять же, как бы, там кто-то, может быть, знает Амирхана и Сагаджиева, там. Я не удивлюсь, если он, там, какой-нибудь, там, чемпион, там, мира по СБЕ, там, что-нибудь, там, туда-сюда, там, тренируется с кем-нибудь, там, лютыми типами, там, в любителях, там, мастер спорта по самбо, по боксу, по борьбе, там. Я не ебу. А, кстати, я его форум увидел, но форум мне не очень понравился, если честно. Ну, он тяжеловес, но, ну, такой, так скажем, знаешь, немышечный, так сказать, ну, такой. Поэтому, ребят, да, я лично этот бой скипаю, просто, как по порядку начали, уж, ладно, пойдем, есть, что будет сказать, будем говорить, нет, будем вот такую хуйню гнать, короче. Да. Не обижайтесь. Следующая пара у нас Турал Рагимов против Тайджина Каджимы. Ну, Турал Рагимов, в принципе, достаточно хорошо известен фанатам отечественного ММА. Сам боец, по-моему, представляет Азербайджан, вот, встречал с такими ребятами, как Рустам Керимов, Олег Борисов, то есть, грубо говоря, постоянно где-то что-то там, чуть ли там ни один бой отделял от титульного поединка в ACB. Вот, как-то все равно его продвигали, и в М1 он с Бухингером дрался, то есть, как бы, в принципе, позиция у него достаточно хорошая. Единственное, что он, как бы, никого из таких топовых ребят не проходил. Всем проигрывал, причем проигрывал досрочно, и, как правило, это кого-то кого было, вот. При этом что-то понимает в партере, форму, в принципе, неплохую показывает. В противниках у него Тайджина Каджима известен чем. Улетел, по-моему, с вертухи, Арман Аспанов в хуяре, да, на ACB-61. То есть, парень тоже, как бы, с такой, с непонятной челюхой, но там кого-то где-то как-то побеждал, там, чередует победы с поражениями, выступал там в, грубо говоря, второсортном, третисортном подразделении ВСОВ, потом подписался в ACB, там где-то в Панкрейсе дрался, короче, ну, грубо говоря, в принципе, тот оппонент, которого Рагимов проходить должен. При этом, понятно, конечно же, на Рагимову коэффициент 1.25, ничего удивительного, но другой момент тоталы. Конкретно на XB, на тотал 2.5 меньше раунда, то есть то, что ушатается в 2 раунда, дает коэффициент 2.13, на тотал больше 2.5 дает 1.64. Ты как вообще разбирал, то пару нет, Влад, и что думаешь по тоталам? Или все-таки просто Рагимова там в прессе, или, может быть, стоит уделить внимание андердогу? Ну, в принципе, бой, ну, так, поверхностно, на самом деле. Но, тем не менее, как бы, мне, в принципе, понятно, ну, вот, казалось бы, да, этот японец имеет, там, 8 поражений, да, вот, и, там, у него, в принципе, в последнее время, там, начинает, там, с какого-то, там, 2015 года дела идут не очень. Но, в целом, как бы, он, если проигрывает в основном, то только решением, как бы, и, там, не то, что он прям сильно сдает бой. Пацан, на самом деле, ну, как бы, неплохой ударить может, и так далее. Просто здесь в чем фишка? Тут, как бы, он за 1.2, Рагимов, но, опять же, может улететь, на самом деле. Вот, как бы, казалось бы, да, тут нечего ловить японцу, с одной стороны, но, с другой стороны, как бы, Рагимов, ну, вот, как ты сказал ранее, он не проходил топов, как бы, и от топов, ну, терпел поражение, причем досрочное, вот, и Бухингер его, там, ТКОш, ну, и Борисов, ну, Борисов и Бухингер, они достаточно крепкие бойцы, и Керимов тоже очень хороший боец, но, опять же, здесь, мне кажется, не все так гладко, как бы, потому что, ну, опять же, вот, смотря на наши промоушены российские, тут, как бы, казалось бы, вот, вчера, да, же, да, например, Малютин по 1.2, как бы, да, бразилец, какой-то, ну, вообще, мешок, просто, ноунейм, и показали такой, ну, близкий бой, как бы, непонятно, по какой причине, и вот такая фигня, как бы, здесь, я думаю, то же самое, в принципе, может быть, здесь японец, как бы, в стойке, я думаю, спуска особого не даст, и, может, возможно, защищается, будет, от каких-то попыток сабмишина на стиле, так что, здесь, как бы, ну, забирать бы Рагимов, я бы за 1.2, ну, абсолютно точно не стал бы, я, возможно, бы, ну, если уж выбирать, я бы на этот бой вообще не ставил, но, вот, так-то, если, я думаю, все-таки здесь total больше, потому что, японец, ну, вот, несмотря на поражение большое количество, он, в принципе, крепкий, и, там, досрочно, он, ну, мало кому проигрывал, в принципе, так что, здесь, как бы, я бы, наверное, взял total больше, но, так-то, я бы сам ничего не брал здесь, если честно, я бы скипнул просто, понял, в Лаве бы, возможно, что-то посмотрел бы. Да, безусловно, я, конечно, прежде всего, этому турниру буду уделять внимание в Лаве, но, конкретно, да, вот, я, прежде всего, по этой паре хотел бы предрестеречь, и, не, как бы, сказать, что брать Турала Рагимова в данной паре за 1.2, это, ну, вообще, мимо кассы, честно, блядь, отлично, мое мнение, ну, серьезно, парень, как бы, очень много ударов в голову уже перенес, и, насколько у него крепка кукушка на данный момент, это вообще непонятно, может быть, он уже просто, в принципе, от щелбана падать начнет, поэтому, как-то так, на пробитых ставить не стоит, лично, мое мнение такое, идем дальше? Да. Следующая пара, Валерий Хожироков против Руслана Абельтарова, ну, здесь, собственно, тоже, ребята мне слабо знакомы, единственное, что Абельтаров, вот, более или менее, как бы, есть у меня мнение, ну, в принципе, какие-то бои я видел, вот, из последних, да, и себе, и Херли уже, там, почти год, наверное, его смотрю, как и с Аскаром, против боевых с Аскаром Аскаровым я смотрел, это я точно помню, с Лассотой, по-моему, не смотрел, вот, и с Албасхановым бой я смотрел, где он с плитом, получается, проиграл. Ну, а Хожироков, собственно, тоже какой-то тип с рекордом 3-0, как бы, все бои в АСБ, все бои у него досрочные, ну, вот, собственно, поэтому, как-то так, разбирал эту пару, ладно, нет? Ну, да, я смотрел, там, пару боев, ну, что можно сказать, да, вот, как бы, несмотря на то, что у Хожирокова, там, 3 боя, да, грубо говоря, ну, по крайней мере, по шердогу, то есть, пацан достаточно крепкий и интересный, то есть, он небольших габаритов, то есть, такой он, там, рост у него небольшой, и, там, такой он, как бы, но он, на самом деле, крепко сложен, и у него хорошая стойка, причем, и в клинче хорошо работает, и так, в принципе, дистанцию соблюдает, на самом деле, при попытках, вот, его, там, как-то валять, залеживать и так далее, он не лежит там просто, да, бревном, он и меняет позиции, и пытается свипать, там, и у него удачно, это, в принципе, получалось, как бы, боец крепкий, да, несмотря на то, что рекорд у него, там, небольшой совсем, возможно, у него какой-то тоже бэкграунд есть, он, ну, по-любому есть, и вот, бои, и тут, как бы, у него соперник, казалось бы, очень опытный, да, там, имеет, там, 30 боев в ММА, несмотря на то, что ему 25 лет, но, опять же, бои у него тоже, там, и проигрышей полно, и, в целом, как бы, ну, тоже боец, ничего особенного, как бы, ну, крепкий, опытный, с одной стороны, но, с другой стороны, здесь Кожироков, как бы, выглядит очень интересно, но коэффициент, по-моему, на него какой-то маленький, если я не ошибаюсь, 1,5 на него, там, 1,6 почти, ну, то есть, ну, в принципе, это крепкий фаворит, достаточно, да, то есть, ну, есть, там, возможно, какие-то у него, там, пробелы, как-то в борьбе его, возможно, завалять, но, в принципе, он интересно смотрится, единственное, что у него последний, а хотя нет, нет, все, ну, в принципе, да, он крепкий фаворит, возможно, для двойника он тоже пойдет, потому что коэффициент не совсем зашкварный, там, не 1,3, 1,6 практически, это вполне себе, то есть, ну, он мне понравился, мягко говоря, потому что, ну, то есть, боев немного, а уровень, он показывает свой, достаточно высокий, то есть, по крайней мере, для ICB, боец крепкий, и, возможно, он дойдет куда-то дальше. Понял тебя, понял, ну, я, как бы, тут особо добавлять ничего не буду, единственное, что, в принципе, если я чисто по рекордам посмотреть, наверное, там, тотал меньше двух с половиной, имеет место быть ставка, ну, это для любителей, для любителей, так сказать, тоталов меньше. Идем дальше? Да. Следующая пара у нас, Дилена Лопес против Дуакхава Астамирова, вот, Дилена Лопес, если мне память не изменяет, боец, никогда выступавший в UFC, он, когда он пришел через став, я не ошибаюсь, нет, я не ошибаюсь, то есть, на The Ultimate Fighter он, получается, дошел, получается, до финала, в финале он, получается, проиграл Джинельди в Веере, по-моему, да? Да, по всей видимости, да. Или это был не финал, нет, по-моему, это был финал, короче, вот, я сейчас не буду, грубо говоря, сочинять что-то, после этого проиграл Веере, проиграл с притом Бирчику, после этого, собственно, был уволен, раз подрался на шуту Бразил в семнадцатом году, выиграл в первом раунде какого-то местного мешка, и, вот, собственно, подписался в UFC, ой, в ICB, вот, соответственно, Астамиров у нас имеет на данный момент рекорд 3-1, опять-таки, все бои провел в UFC, вот, бля, ёбаный, что за оговорка, провел в ICB, и, вот, собственно, крайний бой проиграл Олегу Борисову решение, причем, насколько я помню, вот Борисову он бой дал, по-моему, бой был такой достаточно конкурентный, и Борисов, как бы, хоть и победил, но молодой вот этот парень, как бы, смотрелся неплохо, вот, по крайней мере, как-то так я этот бой помню, вот, могу ошибаться, может быть, он как-то по-другому был, но, по-моему, смотрелся он, если честно, неплохо, очень неплохо, вот, собственно, что можно сказать по этой паре, коэффициент, опять-таки, Лопес идет фаворитом за 1.51, Астамиров идет за коэффициент 2.58, ну, и там, тотал больше 2.5, 1.7, тотал меньше 2.5, двушка, какие мысли есть по этой паре? Да, на самом деле, особо мысли нет, как бы, я, и бои одного, я видел, по-моему, Астамирова поражение, да, там такое оно было, ну, пободался, ничего, ну, по-моему, выиграл по делу Борисов, то есть, ну, Борисов, да, да, по делу, по делу, стоит заметить, да, опять же, что Борисов, ну, он там, вот, пол карды отпиздил, вот, если честно, в этом ACB, я, потому что наблюдал, он там, реально, половину бойцов из этого карды он отпиздил, то есть, это Борисов, это крепкий топчик, ACB, как бы, вот так, если посмотреть, вот, и бой неплохой, единственное, что, все-таки, да, вот этот вот, Лопес, ну, на самом деле, он и реальный этап прошел, и даже, несмотря на то, что и Veyra, он такой мешковатый, но тоже имеет какие-то скиллы, то есть, боец тоже крепкий, и Бирчик, ну, тоже, как бы, такие они, как бы, бойцы, ну, тоже невысокого уровня, но, тем не менее, как бы, опыта у него гораздо больше, но, не знаю, я не знаю, как у него, что дела по челюсти, там, и так далее, как он будет вообще, но, в целом, ну, наверное, он фаворит за счет опыта, потому что, ну, все-таки, он, ну, большой опыт имеет, и здесь, он, возможно, ключевой фактор сыграет, и, тем не менее, ну, там, 33 года, он не совсем старик еще, и, возможно, там, выиграет, но, я, опять же, бой этот скипну, потому что, ну, там, досконально, как-то не удалось мне, вот, разобрать и посмотреть, что из себя представляет, там, вот, тот же Лопес. Ну, вот, за счет опыта, наверное, он фаворит, наверное, по делу, но я скип. Понял тебя, понял, ну, я, на самом деле, вот, реально, здесь бы, больше, конечно, склонился бы, как бы, Дилена Лопес, он, нихуя, не финишер, он, как бы, бои, как правило, доводит до решения, вот, ну, если там совсем, может, не против мешков каких-то бьется, да, вот, потому что больше, как-то, в партере силен, я думаю, что бой, тут, скорее всего, до решения, а это, как бы, уже, грубо говоря, 50-50, в лучшем случае для Лопеса, вот, как бы, ВСБ против Кавказца, эта тема такая опасная, поэтому, в принципе, для любителей андердогов местных, вот, неплохой вариант, на самом деле. Идем дальше? Да. Карл Селинский против Максима Футина, Футин, бля, Селинский, я вот, что-то, блядь, помню, что-то, вот, не помню, мне просто, на самом деле, не было, я вот, Влада нагрузил, да, грубо говоря, там, блядь, давай, готовься, ебану в рот, а сам проебанил все время, и не было особо, вот, Селинский, да, вот он, получается, да, 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 я вспомнил, он этого, блядь, наебнул-то, Винни Магарьяев, иди, андердогом шел, пиздатым, помню, в лайве, в лайве его забирали, за очень неплохой коэффициент, да, вспомнил я этого пацана веселого, реально, очень такой веселый парень, ну, а Максим Футин, получается, что он у нас, ага, Макса Нунеса, он проиграл, получается, ну, там, Макса Нунеса, он там проиграл так, что, там была сечка, да, сечка, и сразу же, прям, остановили, прям, сразу же, то есть, там не то, что потрясение, сечка, ну, такой там был, понял, 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 и потом выиграл, получается, кого-то, кого-то из Умарова, все, понял, 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 что за ребята, ну, здесь понятно, почему Карл Селинский фаворитом идет, вот, потому что, как бы, он парень такой, смог победить саму Винни Магарьяеша, по меркам и себе, это, как бы, типа, имя, блядь, не ебаться, ну, и, собственно, Футин, Футин, ну, блядь, Моннесу, проебать, вот так вот, как бы, происходит, что пробитая хуйня, и до этого Гришину проебал, как, блядь, в Ахмате, ну, хуй знает, хуй знает, конечно, хуй знает, ну, по идее, да, Селинский по делу фаворит, по делу фаворит, но здесь бы я на тотал меньше, вообще, рассчитывать бы не стал, потому что тот же самый Магарьяш, да, алё, да, 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 Магарьяш тоже пробитая хуйня, как бы, и то, что Селинский довел с ним бой до решения, при том, что, в принципе, не позволял ему делать ни хуя, вообще, тупом, ни разу даже в партой перевести не смог, как бы, скорее всего, будет решением победа, поэтому коэффициент 1.73 на тотал больше смотрится, в принципе, неплохо, а у тебя какие есть соображения по этому поводу? Да, на самом деле, в принципе, так же, потому что реально бой с Магарьяшем, ну, это пиздец было, просто смотреть невозможно, ну, это, пуля, пассивная такая перестрелка, в принципе, его плюсы, да, он смог пресечь какие-то попытки тейкдауна и так далее, там, там, по-моему, что-то даже были какие-то, возня была какая-то, но он, тем не менее, смог как-то вылезти оттуда, всё, смог, в принципе, преодолеть, и как бы, да, ну, Футин, блядь, ну, пиздец, он унес так проиграл, ну, то есть, я смотрел футбол, и, ну, это пизда просто, там тоже было настолько, блядь, пассивное зрелище, да, причем он даже не пытался переводить ничего, он просто к сетке прижимал, да, 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 блядь, ну, это им там и судья делает замечание, ну, то есть, и потом, и в конце, ну, где-то в третьем раунде, как раз-таки, по, этот, ну, не с активизировался, более-менее, начал наносить какие-то удары, прижал к сетке его, и там, как раз-таки, коленом из клинча ему и рассёк лоб, ну, то есть, блядь, ну, Фоктябову, Фоктябову въебал, нет? Ну, там, по-моему, было колено, но, короче, ну, в общем, да, суть в том, что, ну, блядь, пассивное, блядь, ну, пассивный бой будет, вот, реально, тотал больше, скорее всего, ну, реально, оба не обостряют, блядь, не как-то, ну, блядь, ну, пиздец, бой будет скучный, просто, да невозможности, скорее всего, поэтому, здесь по один, по два, зачем, потому что оба пассивные, хуй, значит, что они вообще вытворят, так что здесь тотал больше, да, наверное, смотрится ставка. Так, ну, собственно, что, идём дальше? Да. Ну, дальше у нас Рустам Керимов против такие Мидзукаги, понятное дело, что Керимов идёт фаворитом за 1.25, Мидзукаги идёт андердогом за 3.92, Керимов, это, опять-таки, тот парень, который у Турала Рагимова в своём крайнем выступлении ёбнул в первом же раунде, там, по-моему, на первой же минуте. Забил его, да. Да, там, он, по-моему, в стойке выхватил. Да, он, нет, не, он ударил его, и там хаммерфист, и там, пиздец, он бы отключился. Да, да, да. Ну, как бы, в принципе, парень идёт на винстрики, ни разу не проёбывал, как бы, последняя победа у него досрочная, вот, как бы, всё понятно, вот. Я, как бы, с одной стороны, Керимова за 1.2 забирать не буду, как бы, это не мой профиль. С другой стороны, пробитого такие Мидзукаги забирать абсолютно неохота. Неплохо смотрится в данном случае ставка тотал меньше полутора раунда, потому что, как бы, если Керимов и победит Мидзукаги, то, скорее всего, это будет победа именно быстрая, опять-таки, там, нокаутом, КОТКО, чего-нибудь типа того. Потому что, ну, реально, как бы, Мидзукаги, это абсолютно пробитая хуйня, там, как бы, вообще, в принципе, даже объяснять не надо. Смотрим последнего поражения. Вайланду проиграл кого-то КОТКО в первом раунде, Гарбанду в первом раунде КОТКО, там, до этого даже Крусову, блядь, в 14-м году, блядь, нокаутировать умудрился. Стеленкову в третьем раунде душил, он там, только вот, Рупа победил, причём, турнир проходил, по-моему, в Японии проходил вообще, короче. Ну, короче, как-то так, блядь, такой себе парень. Не знаю, в какой момент он успел пробиться, потому что шёл он, в принципе, на неплохом таком винстрике, и в том же самом UFC, и, как бы, смотрелся неплохо, как такой, блядь. Среднячок очень такой перспективный, блядь, да, на своём месте окопался, казалось бы. Но вот чердак он начал подводить определённое время, как бы, вообще, жёстко и сразу. Вот как-то так. Тотал меньше, причём, наверное, на парике будет не тотал меньше 0,5 метра боя, тотал меньше именно полутора раунда, пусть даже, может быть, за меньший коэффициент, эта ставка будет смотреться ещё более предпочтительно. Вот моё мнение. Тебе есть что вам сказать? В принципе, есть. Ну, вот я бы хотел отметить, да, как бы, не просто, да, Рагимов, просто там какой-то парень, да, домашний. На самом деле он победил, например, вот Педусона. Причём он его завалял прям вообще там в одну калитку, и неплохо истоки смотрелся. То есть Педусон, казалось бы, да, боец тоже такой вроде опасный, но тоже, возможно, там какая-то травма, что-то там, не знаю, что-то произошло, но в целом, как бы, бой был в одностороннем порядке. И, ну, как бы, казалось бы, тоже Мидзукаки, на самом деле, боец хороший, если честно. Вот если бы не его будка, то боец он реально неплохой, потому что даже в крайнем бою с Вайноландом он его перестреливал, причём неплохо перестреливал, там Вайноланд вообще не мог ничего не сделать. Но там один удар банальный, да, и всё, как бы, просто один удар. И, ну, это там, типа, как стаканури Гоми. Ну, просто вот ударил его, и всё, первый удар в челюсти, и пока. Также здесь, тем более, Рустам Керимов, который не просто домашний какой-то там боец, а именно неплохой проспект. И, как бы, который ждать там что-то не будет, там, с ним играться в пятнашки, там, и так далее. Я думаю, он сразу пойдёт, и там удара хватит, я думаю, и, в принципе, от этого удара он, ну, опять же, упадёт, и уже будет добивание какое-то. Так что, вот, ну, то есть он и в стойке хорош, и может борьбу применить в любой момент, как бы. Поэтому здесь даже за 1-2, я думаю, ну, то есть там победа его досрочно, то есть там она будет какой-то коэффициент, там, не знаю, 1-4, может, если дадут, да, вообще. Ну, то есть, да, здесь total меньше полутора тоже очень интересная ставка, несмотря на то, что, как бы, ест, там, лёгкий, да, там, 60 килограмм или 166. То есть, да, я согласен, здесь тут темп полтора. Ладно, пляж, он дальше. Здесь у нас Крис Сосгиягас, знакомый, ебало почему-то у него. Сейчас посмотрю, где он лился. Да он, да, такой известный. А, в РФА, да, он в UFC успел подраться. Крису Уэйду проигрывал решением, получается. Жоргиш дали Вейеру, победил чоком. Бёрнса проиграл армлоком. Понятно, понятно. Парень в РФА дрался, всё, вспомнил я этого паренька. В ACB успел подраться на турнире в США, победил там Александра Пиментова решением. Вот. Собственно, Шамиль Никаев, это какой-то местный пацанчик. Так, Шамиль Никаев, Шамиль Никаев, Шамиль Никаев. А, это парень, это парень, который, короче, проиграл Бразилу на ACB, по-моему, в Польше, или где он проходил. И там, в итоге, потом изменили решение, короче. Типа там, ну, как всегда, вмешались, там тролливали. И, по-моему, там вот именно буллщитнули его. Или ничью там дали. Но, в итоге, короче, изменили на ноу-контест. И после этого он встречался с Пиртея на ACB-60. И, соответственно, выиграл его решение. Ну, здесь, собственно, здесь, собственно, все, на самом деле, понятно. Никаев мне понравился, бьется он неплохо. Молодой пацан, 22 года всего лишь. Вот. И, в принципе, наверное, да, шансов на победу у него побольше будет. Ягод, потому что такой маленько списанный парень. Чего он с тобой коэффициентом дает? Ну, Никаева за 1.4 я точно забирать не буду. Нахуй он не нужен. Вот. И, скорее всего, да, бой дойдет решение. Total за 1.4 тоже не буду. Нет. Я абсолютно скипал этот бой. Может, у тебя вот есть более интересное предложение. Ну, в принципе, что можно сказать? Ну, на самом деле, этот, как бы, Сиаг, Джагас, он, как бы, ну, неплохой боец такой, среднеурованный. Правда, он там и проебывал и Джошуэмиту, блядь, нокаутом. Причем там такое попадание было жесткое там в каком-то там региональном американском промоушене. Ну, в третьем раунде его, ну, и вану. Да, да. То есть, ну, в целом, боец, ну, неплохой, как бы, да. Он, в принципе, может смотреться с любым бойцом абсолютно. Ну, просто, ну, вот, стать там, да, драться. Не факт, что его просто там кто-то уничтожит и так далее. То есть, ну, такой середняк там, такой, гейткипер. Типа, на самом деле, на уровне себе очень неплохо даже, так я скажу. Но на самом деле, не кайф. Я его, кстати, видел просто даже трансформацию. Я увидел старые фотки. Он был такой, ну, как жирный, что ли, блядь, залитый там и так далее. И потом он, походу, преобразился. Причем в лучшую сторону. Он стал очень таким вот сухим, таким мышечным, крепким. И, в принципе, бои его показывают. Он очень может и борьбу применить, и в стойке неплох. И за счет возраста он, как бы, прогрессирует. Я думаю, что здесь бой он даст абсолютно спокойно. Ну, он фаворит за 1-4, опять же, да. И брать я его тоже не буду, блядь. Тотал тоже играться не хочу, как бы. Ну, мне кажется, все-таки тотал больше там. Какой, конечно, сейчас, наверное. Ну, блядь, тот и коэффициент. Ну, это вообще не дело, как бы, да. Тут и с тоталом не поиграешь. ТМ брать как-то немножко стрёмно. Потому что что один, что второй очень крепкий. И, возможно, бой какой-то будет вязкий. Не кайф его будет как-то пытаться валить. Хотя этот Джагаз, он тоже очень крепкий. И не факт, что получится. Но так, блядь, нет. И это скип. Потому что, ну, вроде фаворит по делу. Но, опять же, Джагаз не совсем мусор. Поэтому лучше скип. Да, нет. На самом деле, реально, давали бы на Никаева, например, там, что-нибудь типа 1.6. А может, ординаром бы его забрал, знаешь. Ну, такая интереса маленькая. А за 1.4 его чего-то только в 2 нить пихать. А нахуй мне это надо? Да, да, да. Вот как-то так. Идем дальше. Да. Акоп Степанян против Саида Хамзата Афхадова. Степанян идет фаворитом за 1.45. Саид Хамзат идет за 2.78 андердогом. Ну, и там кэфы на тотал больше, тотал меньше примерно равные. Тотал больше 2.5.1.8, тотал меньше 2.5.1.9. Вот. Ну, здесь, как бы, что у нас получается? Как бы, у нас там сидит Хамзат, кто у нас борец, наверное, как всегда, да? Нет, наверное, не знаю. Ну, в принципе, парень, как бы, в ACB сейчас идет на хорошем винстрики. С 4 победы подряд у него. Правда, таких ребят побеждал, как бы, хуй поми кого, на самом деле. Вот. Последний бой он провел, получается, это был у нас в Британии. Турик, наверное, да, да, да. Ну, в принципе, да, как бы, партер, 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 борьба. А Коб Степанян, что у нас, как бы, в принципе, в крайнем бою победил. Победил достаточно ярко. Нокаутом. Вот. Не дал себе переводить партер. До этого проиграл Мухаммеду Кокову, получается. Заваляли его там, засобнители. Ну, я не знаю. На самом деле, как бы, вроде Степанян там имя и все такое, но брать Степанян, опять-таки, против типа, который хоть что-то понимает в борьбе, это, как бы, абсолютно не мимо кассы. Я точно это делать не буду. При матче этот бой буду скипать. Ну, скорее всего, там, просто в лаве буду уже присматриваться, решать. Может быть, у тебя было другое мнение? Я, на самом деле, вот, сидел, что-то вспоминал. Я вчера пересматривал бои и вот, блядь, вспомнил, наконец-то, этого Афхадова. Но, на самом деле, боец он, ну, неплохой, потому что борьбу он применяет неплохо, борется очень крепко и такой, он, видно, сбитых, ну, очень сбитый боец такой. Физическая форма у него хорошая и борьбу он применяет хорошо. Единственное, что я не помню, по-моему, у него какие-то пробелы в стойке есть. То есть, может получить там что-то такое, но, в целом, как бы, он идет за трешку и, блядь, Степанян, ну, не тот боец, как бы, который должен там идти за 1.4, блядь, против борца. Причем борца такого, что который не вздыхает там уж совсем там к третьему раунду и так далее. То есть, тоже против крепкого такого бойца сложного. Я не думаю, что здесь за 1.4 Степаняна нужно забирать. Я думаю, здесь Афхадов вообще как ставка имеет смысл, в принципе, за трешку. Ну, это, ну, блядь, очень жирная, очень жирная ставка, как бы. Ну, тем не менее, он может проиграть, конечно, но, блядь, при его скиллах в борьбе, это, ну, такой он, как бы, тут шансов, блядь, 50 на 50 тут, как бы. Если Степанян не вырубит, то, блядь, его заваляет просто. Так что, ну, я думаю, что здесь андердог интересный. К нему надо присмотреться, просто его бои пересмотреть более-менее так тщательно. И, возможно, на него закинуть, потому что, ну, коэффициент неадекватный просто. Да, согласен с тобой абсолютно. Вот, как бы на Степаняна ставить, в принципе, в ММА, как бы, это такая история. Пересловив, что, как бы, на самом деле, ладно бы Степаняна, у Степаняна была бы только слабое место, было бы только именно борьба, да? То есть, типа, в стойке бог там, вот, ну, в борьбе, как бы, не очень. А другое дело, что парень-то и пробит, на самом деле, неплохо, если мне память не изменяет. Вот, то есть, как бы, он и реально и в стойке может пропустить, и его и в партой могут, и завалять, и засамитить могут, и затыковошить могут. Там, как бы, все, что угодно может быть. То есть, как-то так. Ну, реально, да, он и в Беллаторе, я вот сейчас даже вспомнил, смотрю, вот, Майку Ричмана, он кого-то, кого проиграл. То есть, в принципе, в челюху выхватывал по ходу своей карьеры, как бы, в принципе, неплохо. Поэтому, как-то так, как-то так. Идем дальше? Да. Хардессон, Батиста, Али Багов. Али Багов 1,69, Батиста за 2,18. То-то меньше 1,5-2,01, то-то больше 1,5-1,7. Вот. Ну, блядь, давай, Влад, говори, если есть что сказать. Ну, я на самом деле удивился, потому что, вот, коэффициент я недавно увиделся, ну, буквально, там, да, час назад, и увидел 1,7 на Багово, но это, пиздец, жир на самом деле. Но, как бы, да, мы все понимаем, что Багов, несмотря на... Ну, он пиздец, он монстр просто, блядь. Ну, он пиздец, он очень крепкий физически. Ну, блядь, неверо... Ну, вот он Хаук, ну, вот что, ну, не на есть, как бы. Он очень, блядь, мощный. Борьба у него неплохая, даже, так сказать, хорошая, да. Но, вот, меня смущает один только факт, да, то, что, ну, он, откровенно говоря, пробитый просто напрочь. Потому что... Да и карди у него дерьмищие. И карди у него плохой, но, на самом деле, он, знаешь, типа, вот, Аманда Нуниска, как бы, да. Ну, в первом раунде, ну, он пиздец, просто машина, блядь. Он тебя будет, вот, кидать, нахуй, об канвас, пока ты, блядь, не охуеешь. Вот, ну, это вот, грубо говоря, да. Но, на самом деле, меня, вот, очень крайне смутило его поражение, крайне, да. Да, казалось бы, Абдулла Хабов, это вообще уже не уровень ACB, как бы, ему делать здесь нечего, абсолютно. Он кого хотел, того и выбирал, как бы, да, абсолютно. То есть, без шансов, в принципе, боец очень хороший. Но, Багов, его, ну, неплохо потрепал, так, мягко говоря, в первом раунде. Прям, он даже очень сильно потрепал. И умудрился, блядь, ну, не выйти на бой, там, по-моему, как-то ему в затылок, что ли, ему там... Да, там хуй просишь, да, какие-то удары там были, что-то там, да. Да, он, в принципе, сдох, он там вымахался, выработался, он бы просто уже автора, мне кажется, ничего бы не сделал. Ну, такое, да, то есть, он, как бы, ну, в первом раунде, он, блядь, ну, реально, он может разорвать просто абсолютно. Ну, он реально, он огромный, блядь, он очень сильный и скилловый в какой-то степени. Ну, опять же, если у него не получится досрочить, ну, я на самом деле в этом сомневаюсь, как бы, да, я думаю, что он выиграет, скорее всего, досрочно, в пределах, там, двух раундов, но... Опять же, надо учитывать то, что, ну, все-таки у него, мне кажется, ну, что-то вот у него вот такое уже есть, имеется вот у него пробитость некая. Потому что, опять же, там у Абдулла Хаба же, ну, как-то там в партере, в маунте, что-то, блядь, локти там какие-то. То есть, он вот тулик в область куда-то, вот, знаешь, за ухом туда попал, что ли, что-то такое, и он из-за этого не вышел, то есть, на второй раунд. Ну, вот все это очень, как-то, вот, смущает, на самом деле, да. Но так, вот 1,7, казалось бы, ну, это жир, пиздец. Мне кажется, тут скидка просто коэффициента сделана на то, что он реально имеет какую-то пробитость. Ну, и плюс, типа, этот чувак, там, на винстрике не ебейшим. Ну, на самом деле, там соперники дерьмищи у этого Бразилова, или кто? Ну, у Бразила соперники дерьмищи, и дрался он, хуй пойми где, на самом деле. Какие-то фейс-ту-фейс, блядь, Тим Нагир. Два боя в ACB. Ну, там тоже, вот, у него Расул Яхаев, да, тоже, вот, у него там три поражения, блядь, последних тоже, ну. То есть, ну, 10-6 рекорд. Ну, то есть, как бы, не слишком серьезная позиция, как бы. Ну, Багов просто себя зарекомендовал более-менее. Мы его знаем, как бы, и он может себя очень ярко проявить, там, в районе двух раундов, как бы. 1.7, ну, здесь ТМ-полтора сколько там, как-нибудь, небольшой совсем. ТМ-полтора, 2.0.11. Ну, вот, на самом деле, если вы не хотите рисковать, потому что, все-таки, да, скидку сделать на то, что Бразилов может туда срочить, ТМ-полтора здесь, ну, очень сильно смотрится, как бы, реально. То есть, здесь... Да я бы, я бы, на самом деле, так бы и делал. Я бы при матчах забирал бы ТМ-полтора, и просто смотрел бы первый раунд, и если, грубо говоря, там, они не ушатаются, то я бы уже после первого, вот, если там, грубо говоря, ну, подтвердилась бы моей мысли, там, и по карди, и по прочим, уже бы Батисту забирал бы просто, и все. Да, возможно, так и есть. Ну, в целом, блядь, багов, ну, блядь, багов в первом раунде, это, ну, что-то, блядь, вообще страшное, на самом деле. Да, ну, как страшное? Вот, если даже вспомнить его, например, крайний бой, да, например, его же, блядь, валял, как нехуй петь, вообще, в принципе, весь первый раунд. Господи, как его, блядь, забыл. Какой? Да вот, Буба Дженкинс, нахуй. Он же вот там, блядь, вертелка хотел, наверное. Да? Да, он весь первый раунд вертелка хотел, и еще и весь того, в первый раунд, пока на садмишин не попался. Ну, в целом, ну, опять же, причем, причем, Буба Дженкинс был на коротком уведомлении, если мне память не изменяет. Ну, короче, ну, в любом случае, мне кажется, ТМ-полтора, здесь, ну, там, выбирать победителя, да, за учетом всех вот нюансов, которые выше описаны, здесь смотрится очень хорошо, когда... Да, и стоит еще напомнить две проблемы, у Али Багова бывают проблемы со сгонки, причем очень серьезные, плюс в ACB недавно ввели допинг-контроль. Ну, это да, ну, он очень неестественно смотрится, да, как бы, откровенно говоря. То есть, все его габариты, они немножко, ну, немножко неестественные. Поэтому, поэтому, что он покажет сейчас, ну, непонятно, да. Но, в целом, ТМ-полтора, опять же, да, это хорошая ставка. Да, ТМ-полтора ставка, в принципе, неплохая. Поэтому, ребята, думайте, решайте, ну, вот, как смогли, расклад обрисовали. Идем дальше? Да. Ну, дальше, собственно, что у нас? Александр Педусон против Мухаммеда Кокова. Ну, вот, собственно, Педусон 2-3, Коков 1-63. И, собственно, здесь, как бы, все достаточно понятно. Вот, немножко объясню, как бы, Педусон, вообще, парень, как бы, он с Новосибирской, если не память не изменяет, работает МЧСником. Да. У него сильно топят, вот. И, вообще, в принципе, он себе зарекомендовал себе как хороший такой проспект. Ну, сейчас, на данный момент, да. У него три победы подряд идут, три победы досрочные. Побеждал, правда, такие, конечно, ребят не очень стойких, не очень мощных. Вот, ты хорошо вспомнил поражение Рустаму Керимову в 16-м году, такое одностороннее залеживание. Ну, и Мухаммед Коков, он, собственно, что у нас, как бы, партерист. Вот, Копа Степаняна в третьем раунде с болевым, да, получается, победил. Ну, из таких крайних, кому он проиграл только Забиду Магомед Шарипову и Марату Балаеву, собственно, как бы, представлений, ребята, не нуждаются, да. И, собственно, по Педусону, по крайнему бою, могу напомнить, как это было. Я просто на тот бой с Артаком Назаряном брал ставку именно на тот, кто больше 0,5 раундов, что бой зайдет во второй раунд. И, по факту, Артак Назарян его свалил и контролировал. Но у Назаряна есть такая проблема, как крайне хуевое кардио. То есть, он там, зачастую, на второй раунд вообще просто не выходит. Или, блядь, в втором раунде просто погибает. И, как бы, он реально контролировал Педусона в партере. Все было заебись. Я уже сидел, считал деньги. И вот под конец раунда, там, просто за какие-то секунды, Назарян захотел, там, выйти на ногу болевой провести. Знаешь, ну, потому что он понимал, что дальше пиздец. И, как бы, Педусон его свипает и забивает под конец раунда. Как бы, не вопрос, как бы, ты долбает, ты что, не мог его залежать, нахуй. Поэтому, собственно, если, как бы, всякие Артаки Назаряны могут Педусона переводить, контролировать, без проблем, там, особо, да, наносить урон. Там, и вообще делать что-то, как бы, и не давать ему встать. То, думаю, что у Кокова, конечно же, шансы повторить это. И, причем, на протяжении всех трех раундов, причем, с возможным выходом на болевой удушающий прием, как бы, шансов у него очень много. Поэтому он фаворит и фаворит по делу. Ну, как-то так. И, собственно, на Педусона я точно ставить не буду. Буду ли я ставить на Кокова, это вопрос. Надо посмотреть на форму, на взвешивание. Но вот ставка на тотал меньше двух с половиной раунда за 2.13, в принципе, смотрится неплохо. Вот мое мнение как-то, как-то такое. Ну, я что могу добавить? Единственное, ну, я, в принципе, согласен. Но, опять же, Педусон я прям списывать не стал бы. Вот, ну, как бы, вернемся, да, кто-то уменьшил двух с половиной раундов. Педусон, опять же, блядь, ну, вот с Дэвидом Кубасом он показал, ну, просто крайний, блядь, просто ебантяйский перформанс. Это по-другому нельзя было назвать. Ну, то есть, блядь, игрался, выебался, то есть, ну, непонятно на каких основаниях, да, как бы. То есть, казалось бы, тебя, блядь, в прошлом бою просто не колоснули, блядь, ну, и как бы надо, ну, просто победи, да, и все, не выебывайся. Но он решил, блядь, над мешком поиздеваться, там, что-то поиграться. То есть, ну, блядь, такое себе, на самом деле. Ну, в итоге, да, удостоверил катку, да? Да, то есть, чуть не залил, но, на самом деле, выиграл досрочно, все красиво, молодец. Расул Идеева, на самом деле, с Абмишином победил. Вот это, на самом деле, меня удивило, потому что я, по-моему, кидал на Идеева в том бою, потому что он был каким-то огромным андердогом, там, что-то за четверку, за пятерку. И мне казалось, да, как бы, что у него шансов есть завалять. Они, в принципе, возможные были, но Педусон удивил, да, так мягко говоря. Ну, опять же, блядь, ну, Педусон, ну, опять же, тотал полут 2,5, это к тому, что я бы, вот, Педусона, опять же, не списывал, потому что, ну, стойка у него отличная, с одной стороны, как бы, он может удары серьезные, ну, и ногами, и руками, и сам он такой импульсивный, достаточно молодой, крепкий физически. Но, опять же, за счет всех нюансов, возможно, и его и задушит. Ну, не скажи, суть в том, что ставка на Педусона и ставка на тотал меньше 2,5 раундов, как бы, она, по сути, одинакова. А Педусон, может, будет побеждать, но, скорее всего, это будет, как бы, нокаут, досрочка какая-то в ранних раундах. Я просто тоже вспоминаю бой Кокова со Степаняном, да, с Аковом, как бы, там, Коков в некоторых моментах на грани ходил, реально. Просто от того, что сейчас Плюхов пропустит в бошку на какой-нибудь тик, нахуй, и упадет, потому что, ну, как-то неуверенно в некоторых моментах выглядел. Поэтому, факт, что в этом бою, как бы, у Педусона будут шансы на досрочку, на финиш. Да, да, да. Вот, как-то так. Так, ну, поэтому мне здесь проще, как бы, кажется, вот тотал меньше двух с половиной забрать, и все. А если, например, на парике тотал меньше двух с половиной будут давать даже хотя бы что-нибудь за коэффициентом, там, один и семь, например, да, так я вообще заберу и париться не буду. Да, да, согласен. Есть что еще добавить? Да нет, в принципе, нет. Так, ну, собственно, что у нас? Алексей Бутторин, Джонас Бильштайн. Ну, опять-таки, здесь у нас фаворит за 1,2, как бы, который нахуй не нужен за 1,2. Да. Ну, я такое мнение по этому бою. Потому что Бутторин и в качестве, и в плане держалки, и в плане, как бы, борьбы, и вот этого всего, он, там, все под очень-очень большим вопросом, вот. Под огромным, да. Вообще, под огромным. Понятное дело, что Бильштайн, там, как бы, парень, какой-то там, Васек, как бы, от Кристенсона улетел от Йоахина, да, там, в 15-м году в первом раунде нокаут. Ну, как бы, в принципе, что он, там, грачика Базиняна, там, задушил, да, получается, в втором раунде на ICB-62, Тонссон против Шаблия. Помню, помню я этот турик, помню я этот турик, помню я этот бой, и ставил я, по-моему, на Базиняна, или что-то я там потопал, он, короче, не, не, пацаны, я, как бы, если что-то буду в этой паре, забирать, так я буду забирать Бильштайна за 3,7, потому что Буторин за 1,28 вообще, нахуй, не нужен, вот, мое такое мнение. Я согласен, Буторин, хоть парень неплохой, но, как бы, но, как бы, косыться и глухой, блядь. Но, на самом деле, да, потому что, вот, с Николой Дипчиковым, там, пиздец был, вообще, на волоске, нахуй, от поражения. Причем, там, казалось бы, да, он, типа, панчер, не ебаться, стойки должен, типа, убивать, казалось бы, да, там, что-то 10 досрочных побед, там, побед, но, опять же, блядь, там, он реально был на волоске просто от поражения, причем его так жестко пробили, блядь, что, ну, там уже Дипчиков виноват, что бой не смог закончить, как бы, если честно. И, там уже, ну, на самом деле, Буторин, ну, ментально он очень крепкий, потому что, там, вот, у него, этот, блядь, с Леандро Атайдесом, по-моему, вот. Тут, тут, вот, реально, вот, извини, перебью, вот, это просто пиздец, вот, Атайдес, да, там, грубо говоря, его, там, блядь, просто, блядь, дело с ним, что хотел, там, реально, Леша, вставай, там, кто там, кто там орал, там, по-моему. Да, там, русские орали, да. По-моему, Зубайра, там, орал, что ли, короче. Не знаю, блядь. Зубайра поворал там на весь зал, блядь, в итоге потом Буторин после боя сказал, что, типа, блядь, Зубайра, спасибо, блядь, братишка, нахуй, если б не ты, типа, я б там хуй встал, блядь. Ну, на самом деле, там он же жестко, из-за узел плеча ему делали, блядь, ему чуть руку не оторвали, нахуй. То есть, ну, он перетерпел, да. Просто эти бои, если посмотреть, вот просто пацан, как бы, выступал во всяком говне, да, вышел на уровень 1FC, там, еле отскочил, там, да, в первом своем бою, блядь. На следующий же бой вышел против Оун Лансанга, соответственно, да, его там отхуевертили, блядь, да. Далее ему дают просто мешка, как бы, ну, причем вообще конкретного такого, блядь, такого жестенького мешка, блядь, да, чтобы уж точно, как бы, победил. И, собственно, и в следующем бою дают Николу Дипчикова, который сам там подпробитый парень, вот, ну, там, ну, который постоянно тоже на грани ходит, и там Буторин чуть, блядь, не зашкварился. Ну, и, то есть, последние его бои, которые более-менее хоть на каком-то уровне, они все под вопросом, под очень большим вопросом. И на такого пацана, как бы, давать 1.28, ладно, давать, такого пацана забирать за 1.28, нахуй надо вообще. Да. Опять же, стоит заметить, я посмотрел этого Биллштейна, ну, он, типа, тоже дрался в региональных немецких всяких там промоушенах, ничего особенного, но, в целом, как бы, он молод, ему 26 лет всего лишь, но он достаточно физически крепкий, очень мышечный, и борьбу применяет частенько, причем борьбу применяет очень успешно. Не, он, как бы, не бог есть какой, там, именно, как, ну, вот, конкретно боец ММА, да, вот, сильный, именно в стойке он что-то может, там, изобразить что-то такое, нет. Но, вот, в партер перевести, он очень сильный физически, и шансов у него здесь есть, ну, как бы, как минимум, да, там, не знаю, 60 на 40, там, блядь, не знаю, в пользу, возможно, Буторина, но, опять же, блядь, у Буторина, кроме, блядь, панчи и какой-то держалки, там, стержня своего, какого-то внутреннего, да, который не сдается, там, ведет вперед, опять же, больше ничего нету, блядь, то есть, с одной стороны, он что-то там поднатаскался, вроде может защищаться как-то от тогда, даунов, но здесь все очень спорно, при матче, блядь, и 1,3, это пиздец, ну, это ни в какие ворота есть, не серьезно, блядь, вообще не серьезно, да, да, так что, ну, вот, если тут, как бы, либо ТМ 2,5, либо вот этот вот борчик, как бы, здесь вариков-то особо других и нету, я вообще не понимаю, как можно Буторина сейчас забирать, блядь, за такой коэффициент, ну, это, ну, смешно, блядь, ну, это просто элементарно, если сравнить, да, например, допустим, Керимов, там, да, за 1,25, и Буторина за 1,28, ну, по шансам, это просто, блядь, блядь, небо и земля, да, да, хотя кэфы, как бы, по сути, одинаковые, казалось бы, да, тоже Буторин должен вырубать, ну, блядь, это все хуйня, если честно, вообще полная, блядь, дичь, причем, что его, как бы, сгонка веса, на самом деле, Буторина убивает, наверное, больше, чем его оппонента, вот реально, он, когда в средний вес гоняет, он, блядь, просто, нахуй, умирает, блядь, на него смотреть, сука, страшно, я не знаю, это просто пиздец какой-то, ну, причем, он уже, как бы, как боец-то, он состоялся, по сути, ему 31 год уже, и ничего нового он там не покажет, и, да, так что, как-то так, идем дальше, да, собственно, далее у нас, упоминаем мы уже сегодня, Олег Борисов, против Мурада Каламова, Борисов, фаворит за 1,65, Каламов, фандердок за 2,2, ну, соответственно, здесь, как бы, фандердок, блядь, бутмекер склоняется к тому, что бой все-таки пройдет в поздний раунд, за тут он больше 2,5 раунда, дают 1,49, за тут он меньше 2,5 раунда, дают 2,41, вот, как-то так, ну, Борисов, опять-таки, мы его сегодня уже, в принципе, как бы, со всех сторон обсосали, обговорили, как бы, по позицию его тоже обсудили, вот, стоит даже упомянуть еще так вкратце, что последнее свое поражение у него было против Магомеда Магомедова, это была первая защита пояса Магомеда Магомедова, и, на самом деле, там, до самого последнего финиша, до вот этой гильотины, бой был очень близкий, и первым номером работал Борисов, и Магомедов, там, реально, что только мог показать, так это, в принципе, ну, колени неплохо в клинче вставлял, а так, по большому счету, там, по сеточке спиной, там, обтирался, и, если бы дальше такой бой закончился, еще хуй знает, кому бы решение бы отдали. Ну, так, на скидку. Ну, а Каламов, Каламов, это, как бы, парень, который, вот, собственно, крайний свой бой проигранный у него был тоже в 2015 году, был в 2015 году, проиграл он Петру Яну решением, после этого сейчас идет на серии с трех побед победил кого-то Киргиза, Казаха, Мешков, 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 вообще Мешков полных, поэтому, как-то так, ну, там, 8-1 рекорд все-таки все такое, но Борисов точно фаворит, фаворит по делу, реально парень очень крепкий, и удар есть, и броски у него, вот, именно такие, там, бедро, плечо, там, все на свете, как бы, очень крепкий, мощный, за 1,65, в принципе, вполне достойный коэффициент, вот, так что мне тут особо добавить больше и нечего. Да, насчет коэффициента, вообще согласен, потому что, ну, это фаворит очень, очень достойный, то есть, это, знаешь, там, ну, не вот, да, любого другого фаворита возьми здесь, ну, именно вот за такой коэффициент, там, какого-нибудь, блядь, не знаю, какого-нибудь, блядь, Никаева, и вот здесь, как бы, Борисов, это самый, наверное, крепкий, вот, из таких среднего коэффициента, это самый крепкий фаворит, то есть, он, несмотря на то, что может где-то уступать именно в росте, там, в риче, но он, в принципе, это компенсирует огромной физической силой и скиллами, как бы, и, блядь, ну, это пиздец, это, ну, это реально топчик из себя, опять же, повторюсь, как бы, здесь он должен побеждать, возможно, это, ну, абсолютно ставка даже адекватная, там, и как ординар, и как, блядь, дополнение к экспрессу, как основу для экспресса, по крайней мере, то есть, тотал больше здесь, возможно, так и будет, но, опять же, Борисов, ну, очень крепкий боец, поэтому, несмотря на возраст, я, там, 34 года, показывает нормальное кардио, при том, что у него мышечная масса огромная просто, он, там, не вздыхает, там, почистую, и не показывает какие-то зашквары, то есть, это крепкие, реально, фавориты и по делу, так что здесь... Да, он, да, его точно хватает, да, 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 так что, вот, по делу. Да, вот, элементарно, даже если сравнить с Буториным, например, да, вот, если бы не сказали, блядь, нужно все свои деньги, вот, поставить ординаром, вот, выбираю Буториан или, блядь, Борисов, нахуй, казалось бы, да, там, на Буториан и ГРФ поменьше, вроде, фаворит должен быть поувереннее, хуй-то там, я лучше на Борисова ебануну. Да, да. Вот, как-то так. Ну, а дальше у нас тоже интересная достаточно пара, Марселла Алфая за 307, Асланбек, Саидов за 1.38. Ну, как бы, блядь, тоже 1500 раз уже обсуждали там того же самого Саидова, Алфаева, ну, единственное, что не в формате подкаста больше, а так. Ну, Алфаев, что, парень, как бы, в принципе, как бы в ТАФе участвовал, там, в всяких промоушенах второстепенных, третьестепенных, там, бился, в Бутори выступал, до UFC, как бы, так и не добрался, и вот, собственно, на издоте своей карьеры решил повыступать в России. Дрался на Ахмате, победил там пацана Антона Радмана какого-то, потом, собственно, был у него с Бесланом Исаевым бой в ACB, причем выходил он, наверное, андердогом, завалял пацана. Там, конечно, много было разговоров, типа, пацаны, короткое уведомление, бьется, там, по пять лет, по пять раз в году, там, ну, реально, там, у ТИПа был бой со Стивом Карлом, получается, в ноябре, и на декабре, меньше, чем, соответственно, чем через месяц, он выходит против Марсела Алфая, там, да, вдраться. Как бы, и, типа, его ударник, этот борец, ну, в общем, короче, сто тысяч пятьсот причин нашли, ну, поражение, да, Исаева, но, тем не менее, Алфая сейчас победа в ACB, как бы, и вот ему дают Асланбега Саидова. Саидов тоже, что, бывший чемпион КСВ, вот, там проиграл, продолжал выступать в КСВ, в ACB, сейчас, грубо говоря, попеременно, то там, то там, крайне свое поражение у него было, получается, от Брэда Купера, то есть, бил, бил Купера, хуярил, и в затылок забивал, там, и по-всякому делал все, что хотел, пока не вымахался. Ну, он вымахался даже скучно. Вымахался и, собственно, получил пиздюлей. Вот, как бы, там, да, спорная остановка, что-то там, опять-таки, все эти вопросы были, как бы, ну, суть в том, то, что, как бы, здесь Саидов, он очень силен, жесткий, сильный, жесткий именно в ранней стадии боя. Марсел Валфай, он, как бы, такой, понимает, что кардио это не самая сильная сторона, поэтому бой ведет размеренно, старается ошибок не допускать. Сильная сторона, опять-таки, это физическая сила, борьба, работа в партере. И я, если честно, опять-таки, не вижу никакого смысла здесь ставить на фаворита за 1.38. То есть, как бы, Саидов далеко не так хорош, чтобы за такой коэффициент его забирать, при условии, что и сам он по кардио может просесть, и, как бы, слабые его стороны тоже известны. Как бы, забирать ли Алфая за 3.07, я не знаю, честно. Это надо очень сильно думать, но, если бы, вот, меня поставили перед фактом, ты обязан здесь, грубо говоря, сделать ставку на того или иного бойца, я бы, скорее, Алфая выбрал, чем у нас Лабека Саидова. То есть, Саидов тоже парень, как бы, не молодой, много боев, как бы, в основном привык драться против всяких мешков, там... Ну, короче, как-то так. Вот. Есть что сказать, вот? В принципе, по описанию, в принципе, согласен со всем, да, то есть, тут что повторяться. Но, опять же, единственное, что, Алфая реально старик, блядь, уже совсем лет. Он старый, он вроде сильный физически, да, здоровый такой, но, опять же, блядь, бой идет крайне пассивный, если не получится завалять, то ему пизда, скорее всего, потому что... И, там, с этим, с кем, кому там, это, кого он выиграл? Исаева. Исаева, да, вот он, ну, это пиздец, то есть, ну, как бы, как сказать-то, блядь, он, там были опасные моменты, то есть, ему в челюху спокойно можно разбить, то есть, то есть, это не так, что, знаешь, он там может выдержать какие-то удары мощные, там, или что-то такое, то есть, если он пропустит какую-то серию, а у нее, скорее всего, пропустит, то дела у него плохи будут, потому что, ну, реально удар он уже слабо держит, если честно. А так-то, возможно, он и имеет шансы, но я думаю, что они здесь все-таки низкие, при том, то, что Саидов, ну, опять же, будет агрессию какую-то навязывать, и, опять же, говорю, пару серий, и Алфая, блядь, ебнется, ну, то есть, как бы, реально. А так, да, ну, то есть, бой спорный очень, опять же, да, забирать за 1-4, я тоже не буду его, но Алфая за трешку я тоже не буду забирать, тут можно в лаве что-то поймать, если, опять же, да, Саидов там вымахается как-то, то возможно. А так, блядь, брать, ну, такого же старого сбитого летчика, блядь, за ту же трешку, казалось бы, но смысла тоже не вижу особо. Ну, да, здесь, как бы, надо лайв смотреть и думать, просто тоже, по Марселу Алфая, на самом деле, удивился по бое с Исаевым, я все ждал, когда же он сдохнет, когда же он сдохнет так, чтобы пиздец. А он не сдох, понимаешь, как бы, вот, что-то где-то, ну, там, блядь, пиздец пассивный такой. Ну, что-то как-то, вот, по-моему, в таком экономном режиме он очень грамотно расходует силы просто на весь бой. Как бы, есть такая у бойцов некоторых тема, что они, как бы, очень грамотно, вообще, в принципе, подходят, да, к расстановке, вообще, в принципе, как бы, вообще, сил своих на бой, там, тактики как-то и прочего. То есть, вот, где надо, он, грубо говоря, дожимал. Вот, собственно, это, как бы, сильная вот тоже сторона, надо понимать, он, не Саидов, который налетит, вымыхается и до свидания. Вот, как-то так. Ну, опять же, да, ну, всякие факторы, но, опять же, старого хера. Да, это бой, да, это бой, надо, скорее всего, лаве смотреть, прямач не советую ставить. Да, да, да. Что, идем дальше? Да. Ну, собственно, бой за временный пояс, Вартанян, Кошкин, 5 раундов. Вот, Вартанян идет фаворитом, собственно, я абсолютно согласен, что фаворитом здесь по делу. Вартанян вообще, в принципе, в своих крайних боях очень сильно удивляет, просто его, как бы, многие списали после поражения, там, да, от Алибаагова, после поражения от Абдул-Азиза, как бы, да, но, тем не менее, он, как бы, набрал ход, выиграл Марсия Брена, выиграл Шаблия, это был, как бы, такой, апсет. Апсет, да. Такой, на самом деле, серьезный. Выиграл Сарнавского, вот, как бы. Абасывание. Да, то есть, как бы, причем тоже был очень хороший коэффициент. Чуть ли там не 50 на 50 были коэффи, нет? Да, 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 очень большой коэффи. Вот, ну, и, собственно, сейчас выходит против Кошкина, уже, уже, уже фаворитом, вот, как бы, хоть и небольшим, но, тем не менее, фаворитом. Ну, Кошкин, как бы, парень тоже на большой мейстрике, но, как бы, особо каких-то там, прям, имен, прям, жестких. Да, 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 я сейчас про это скажу, как раз. Да, я, как бы, не вижу, я особо разгогольствовать не буду, раз тебе есть что сказать, но, как бы, я просто хочу отметить, что Вартанян фаворит и фаворит по делу, потому что у него, как бы, ударка у него была всегда. Но, вот, за последние, там, пару лет своей карьеры он очень сильно набрал в борьбе и очень хорошо миксует ударку и борьбу. И он превратился, скажем так, уже в полноценного, такого, прям, ММшника, прям, хорошего такого. Есть свои минусы в виде держалочки, в виде, там, каких-то других нюансов, но, как бы, это уже мелочи. Так что, Влад, тебе есть что сказать, я смотрю, по позиции Кошкина. Да, 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 да. Ну, вот, если его разбирать конкретно, да, досконально, то есть, вот, у него, на самом деле, его как-то ведут жестко. Я уверен, что у него, блядь, какие-то есть, ну, не знаю, как у него промоутер, блядь, работает или, ну, какое-то покровительство он имеет, по-любому, потому что, вот, он проиграл Мустафаеву на М1 и там пошло, нахуй. Ну, просто, блядь, соперники, блядь, вообще не бойцы, то есть, ну, вообще не бойцы, то есть, 0-2, нахуй, там, ну, просто, которые уже закончили выступать, блядь, 2-4, блядь, то есть, ну, я не знаю, как вообще подбор соперников шел, то есть, ну, это не понятно мне абсолютно, потому что, ну, там, такие, блядь, персонажи с рекордом 0-2, блядь, ну, ты там дер... Ты знаешь, там, ладно, в начале карьеры в самом, да? Ну, тут ты уже как-то уже, уже как-то, блядь, ну, пора бы уже, да? А когда тебе пять бойцов дают, таких вот прям, ну, реально, не бойцов, ну, это, блядь, как-то странно. Потом он опять проигрывает, и опять пошли, блядь, в супер сопи. Блядь, там Мустафаеву леглоком проиграл. Да, да, да. Так он с ним успел в партере повозиться там как-то, блядь. Ну, окей, ладно, это было там, да, грубо говоря, там, три года назад, там, если не больше. Это ладно, да? Ну, опять же, вот он, блядь, проиграл там парню, и ему дают, нахуй, 0-4, блядь. И пошло, и такие же все, все, блядь, такие же. То есть, ну, абсолютно 0-2, нахуй. Я вообще не понимаю, как так происходит, когда пацану дают просто в 2015 году, блядь, Расула Саенбаева, блядь, с рекордом 0-2, нахуй. Ну, это очень странно. Причем это такие странности, которые, в принципе, на протяжении всей карьеры его. И только вот в последних боях нескольких у него более-менее уже бойцы, там, с хорошим рекордом. И так далее. То есть, и то, блядь, 17-10, блядь, Витер на Брега, блядь. Ну, это что, нахуй? Ну, то есть, ну, очень странная какая-то у него карьера, на самом деле. И непонятная. То есть, и тоже все соперники, ну, они невысокого уровня. Хотя он смотрится с ними неплохо. Но, опять же, блядь, ну, почему, я не понимаю. То есть, здесь, опять же, Вартанян, который, в принципе, пережил вообще огромное количество боев, имеет огромный опыт, показывает себя только с лучшей стороны. Но, опять же, победа над Сарнавским, я помню, блядь, Ленивый только не забирал его. Потому что, кто хоть как-то, блядь, более-менее смотрит бои, тот понимает, что у Сарнавского, ну, блядь, и Сарнавскому ловить нехуй было в том бою вообще. То есть, его заваляли вообще на изи. Но, в целом, Кошкин, ну, нет, нет, это вообще никак. Кошкин, не знаю, не понимаю вообще, в принципе, этого бойца. Вроде крепкий какой-то, вроде что-то может, умеет что-то. Но, опять же, Вартанян настолько хорошо смотрится, вот, на данный момент времени, что, блядь, мне кажется, Кошкин вообще ловить нечего в этом бою. Да, и тот же самый Шабли вместе со своими фанатами, может, там, выебываться сколько угодно. Там, в своей, там, блядь, апелляциями, ухуяцами. Но он тут бой проебал. Да, проебал, причем, реально. Достаточно, прямо, как бы, блядь, ясно и понятно и внятно, как бы, блядь, там, в принципе, вопросов ни у кого, по-моему, не возникло, кроме, одного суди долбоеба, и после этого, там, дерьмо, блядь, вообще, какое-то. Сплит услышали, все, нахуй, значит, блядь, наебалово, булщит, нахуй. Турик же тут в Ростове, по-моему, проходил, нет? Я не помню, но, блядь, ну, реально, бой Шабли, блядь, ну, вообще не выиграл, реально. То есть, там были какие-то зарубы, была жесткая, но, блядь, он проебал там вообще абсолютно по делу. Ну, да, ACB, ACB 49, Ростов, Сич, нахуй. Ну, понятно, да. Шаблия в Ростове обоссали, ебану, конечно, обида, блядь, будет. Вот, ну, короче, как-то так, опять-таки, не стоит воспринимать, там, меня, там, или Влада, там, как ярох каких-то фанатов Эдуарда Вартаняна, там, блядь, я не за Вартаняна с детства, это точно. Ну, просто здесь, как бы, логика, да, и просмотренные бои, и в целом, как бы, какая-то последняя, там, визуха, да, там, за последние пару лет, какая-то динамика, они говорят о том, что Вартанян фаворит, и фаворит по делу, и причем за очень неплохой коэффициент. Вот как-то так. То есть здесь есть такие фавориты, как бы, которые, в принципе, можно забирать ординарами. Вот Вартанян, например, там, Борисов тот же самый, да, как бы, интересные такие фавориты, не какие-то долбоебы за 1.2, за 1.3, там, блядь, которые только в пресс пихать и сидеть, блядь, за очко держаться, там, блядь. Не переживай, когда они, там, в дуб нокдаун падают, там, блядь, или в партер их переводят, блядь, а потом они побеждают сплитами. На хуй-то надо. Да. Вот, ну чё, переходим к финалу? Да. Ну, здесь, собственно, чё у нас? Петр Ян, защита пояса против Матеуса, Матоса. Вот, Петр Ян идёт фаворитом за 1.38, Матос идёт фандердогом за 3.05, соответственно, коэффициент на тотал 3.5 больше 1.56, 3.5 меньше 2.26. Вот, как бы, ну, я здесь просто вкратце начну, там потом, Влад, продолжишь. Как бы, по большому счёту, опять-таки, Петра Яна я забирать не буду, коэффициент крайне низкий. Вот, собственно, объясню, почему. Пётр Ян, как бы, молодец пацан, он очень быстро выстрелил. Ну, как бы, прям грамотно, знаешь, попал в нужное время в нужное место, да, тут ВСБ начали вес прокачивать, он туда залетел. Хорошо себе показал, вклинился в гран-при и показал очень крутой бой с Магомедом Магомедовым. И о нём заговорили. После этого он победил Ада Артура и, соответственно, Магомеда Магомедова победил, которому он был готов и которому он первый бой-то не проиграл. Вот. И, как бы, казалось бы, что вот наш доминирует чемпионный Сиби, там, который сейчас будет всех ебать, и вот буквально ещё пару побед, и UFC вперёд, и там, может быть, сейчас там через годик-два уже с Гарбером там будет пиздиться за пояс, да. Вот. Но, с другой стороны, как бы, он себя показал именно хорошо против тех бойцов, которым он был готов и которые ему на самом деле были даже стилистически удобны. То есть против Магомеда Магомедова на второй бой пришлось ему маленько, целенаправленно подготовиться в плане борьбы, но, как бы, были слабые стороны Магомеда, которые были, как бы, скажем так, очень удобны для Петра Яна. Это то же самое кардио, да, там, чуть стойки он ему уступал и всё остальное. А Матос, как бы, парень физически очень крепкий, которого пиздатый тейкдаун диффенс, у которого борьба хорошая, свипы, вот эта работа у сетки, который прям реально боец ММА, прям реально боец ММА, очень опытный, который и на ТАВ Бразил дрался, и там бился с очень крутыми пацанами. Проиграл он там, получается, оригинальный в Виере, который ТАВ, по-моему, этот выиграл, да, и, собственно, того же самого Магомеда Геназова выиграл очень уверенно тоже в крайнем бою. Единственное, что у меня здесь, на самом деле, проблема, как бы, в анализе этого боя такова, что бой-то пятираундовый, и, скорее всего, это решение. И, скорее всего, Ян, он проебёт первые два раунда, скорее всего. Так я это вижу. Но проебёт ли он третий, потому что, вот, по крайнему, бой у Матоса, я могу точно сказать, что в третьем раунде он уже немножко подсадился, саживаться начал по кардио. И просто не получится ли такой ситуации, что Пётр Ян проебёт первые три раунда, и уже победа в четвёртом-пятом ему уже ничего не дадут. Вот, короче, у меня очень много сомнений по этому поводу, и я точно решил, что Яна я забирать не буду. Вот, но это чисто логические такие выводы. И вообще, что с этим будем делать, я не знаю. Может быть, Влад, ты подскажешь, какие-то свои выкладки дашь. Ну, когда я увидел, блядь, коэффициенты 1.3, ну, понятно, да, сразу стало, что, ну, как-нибудь бы Ян не был охуенным, но забирать ему нет смысла абсолютно, да, то есть 1.3 это, ну, блядь. Тут опять же, боец такой, который, да, казалось бы, после одного боя вышел, блядь, на пояс какого-то хуя. Но, как бы, боец, который, ну, там, блядь, реально, именно вот в профбоях не имеет поражений, бил он не совсем мешков, там, ну, бился он в Бразилии, вот в этом джангл файт или как он там. Нет, джангл файт это, в принципе, в Бразилии промо. Да, 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 ну, то есть, да, как бы, и там бойцы такие, как бы, тоже, типа проспектов, то есть, они, в принципе, есть некоторые соперники, которые только ему-то и проигрывали. И Натафи, я, правда, не знаю, как он Натафи проиграл этому вере, я не знаю. Нет, понятно, но я имею в виду, каким образом. Я пытался этот бой найти, если честно, он что-то не нашел, но у меня времени не так много было на поиске. Ну, в общем, непонятно, но в целом, боец вроде неплохой, но, опять же, да, вот пять раундов, как он себя будет показывать четвертым-пятым, вообще непонятно. С другой стороны, Петр Ян, который, ну, казалось бы, фаворит, в принципе, абсолютно по делу. Был бы, конечно, на него коэффициент 1,6, да, тоже. Был бы, вот, был бы он, как Борисов, да, был бы, заебись. То есть, имел смысл какой-то на него закинуть, там, что-то. А ну, Натафи там забрать и было похуяно. Да, было бы вообще круто, но вот 1,3 это нет. А вот, как раз-таки, может быть, какой-то детальная роспись, может быть, как-то Петр Ян решением, потому что карт большой, на париматче будет роспись тоже, я думаю, хорошая. Надеюсь, как, вот, там, ну, или там, блядь, не знаю, если вдруг, там, какой-то коэффициент будет, типа, Петр Ян победит в четвертом-пятом, там, или решением, что-то такое, типа, да? То есть, вот, вот это было бы вообще шоколадно. А так, ну, Матас, он, в принципе, боец опасный, может, как бы, и флайни закинуть, что-то такое, то есть, интересная стойка, но, опять же, Петр Ян, блядь, вообще не пальцем деланный, то есть, он вообще, блядь, разносторонний, ну, вообще, пиздец. И как он красиво, там, и свипал в стойке, это, Магамедово. А, дичь, там, всякие, там, блядь. Да, он делал всякие свечи, то есть, его пытались перевести, он хуяк его перевел сам, нахуй. Ну, то есть, это очень хорошо наблюдать, когда такой боец, вот, он развивается. Ну, опять же, у него, блядь, есть возможности, по всей видимости, потому что, блядь, гонять, кемк, нахуй, к Жозе Алдо, блядь. Ну, это, видишь, раз гонял, на самом деле, больше там, там, не появлялся. Да, герму, айтай, то есть, ну, там, бойцы тоже хорошие тренинг, ну, как бы, боец хороший, реально, отличный. Здесь, понимаешь, здесь, как бы, стилистический такой момент, вот, допустим, да, взять первый бой Петра Яна с Магомедом Магомедовым, да, Петр Ян, как бы, при условии, что у него хороший партер, хорошо работает на спине, вот, есть вот джиу-джитсу, там, сабы, треугольники, хуёльники, но он не был готов именно к борьбе. Он борьбу-то подтянул под Магомедова, да, и реально, мы увидели это по второму бою, прям, он не давал себя бороть, и сам даже, как бы, да, там, в ноги проходил, и всё такое. Но вот Матеос Матрос, если ты крайний его бой смотрел, да, против, тоже, как бы, борцухи, да, против этого, господи, Геназова, ты видел, что он там у сетки вообще творил? Его, вроде, к сетке прижали, он что-то хуяк-хуяк, ручку заёп, опа, свипнул, нахуй. Ну, да, но, крепкий тоже. Тоже вот эти фишечки, приколы абсолютно не классические, понимаешь, в плане, как бы, борьбы вот этой, да, там, вольной или чего-то ещё. То есть там Геназов-то вообще к ним готов не был, я думаю, что Ян готов не будет. То есть ему тоже есть чем удивлять. И вот эти моменты, как бы, они меня очень сильно, как бы, заставляют переживать. Да, возможно, так есть, но, опять же, да, с самого начала было сказано, что за 1.3 Ян это, ну, пиздец, просто никакой вообще вариант. Поэтому, ну, опять же, тоже у Яна слабых сторон-то нет. Вот именно, разве что борьба именно конкретно, да, вот какой-то вот именно борьба. То есть его могут перевести, пытаться завалять, но джиу-джитс у него тоже очень хорошее. То есть на удивление, казалось бы. То есть непонятно от чего, но джиу-джитс у него вообще отличается. Ну, опять же, против кого джиу-джитс у него? Ну, да, да. Тут, блядь, против него, против Бразила, может, оно будет, блядь, и не такое пиздатое. Да, да, возможно, так и есть на самом деле. Поэтому тут, как бы, бой, скорее всего, до решения дойдет. Но, опять же, Бразил такой немножко темный лошадка как-то выступает здесь. Что он выкинет, то есть вообще непонятно. Вот, блядь, вдруг он досрочно выиграет. Не, на самом деле, реально, у него и панч-то есть. Просто я вот так вот прикидываю, смотрю, это реально чувак. Вот, как бы у Яна не было оппонентов с таким тяжелым ударом. Вот, реально не было. Ну, да, ну он, кстати, от Магомедова пропускал стойки. То есть, как бы, все тут не так гладко. Тем более, ну, понятно, 1-3 все отметаем. Ну, здесь Матас, возможно, вешалка, если будет нормальная у него, возможно, на него зайти стоит. Потому что, ну, боец реально темная лошадка. То есть, что он выкинет, непонятно. Но, опять же, с другой стороны, тоже он 5 раундов, по-моему, вообще никогда не дрался. Ну, да, я так смотрю. Я, короче, просто говорю, как бы, вот, примерно свой план. Объясню, как бы, на лайф на этот бой, как я буду действовать, скорее всего, да. Я, на самом деле, ожидаю, что реально Матас даст ему бой, причем очень серьезный бой в первых двух раундах. Возможно, даже, что Яна их проебет, Кеф на него поднимется. Если я замечу, что Матас в третьем раунде будет начинать подсаживаться по кардио, буду забирать Яна. Потому что, реально, еще тут такой момент стоит отметить, что Матас, как бы, первый бой он провел, он, скорее всего, был, как бы, ну, заряженный по полной программе. Это был 17-й год, получается, инверфер, альман, апрель, апрель месяц. Как бы, ACB, они же сейчас форсируют эту тему с допинг-контролем. И они, по-любому, перед ACB 57 человек это будут, тем более в Москве, Турик. И бой это, тем более, за пояс. То есть, поэтому, как бы, мне кажется, что у Матаса могут быть проблемы именно, знаешь, с фармподготовкой к этому бою. Может быть, это дополнительно как-то скажется на кардио, вот на всей этой истории. Да, возможно, так и есть. Но, опять же, Матас за трешку это интересный вариант. Да. Но, как бы, ну, под совсем небольшой процент, там, как-то так, чтобы посмотреть. Или в лайве же забрать просто. Ну, опять же. Ну, как бы, там, реально, на это было лучше в лайве посмотреть. Я просто пытаюсь, как бы, сейчас подписчикам объяснить, которые подкаст смотрят, как бы, будут смотреть записи или в треновом эфире сейчас смотрят, что, как бы, это, Ян, это не та история, которую можно, там, во все прессы запихать. Да, да. Реально не стоит, абсолютно не стоит. Нет, конечно, можно сидеть, там, уповать на то, что, да, это же ECB, да, там, своему отдадут всегда и все такое. Хочу напомнить, что, как бы, Петя Янов и ECB нихуя не свой по большому счету. И, на самом деле, когда, для, как бы, любителей конспирологии, там, теории заговора и все такого, то ECB, на самом деле, было бы интереснее много, если бы Матас победил бы Петра Яна, и тогда бы Магомеда Магомедова можно было вывести бы сразу на Матаса. Да. Как бы так, вот такой момент, там, небольшой для раздумий. Вот, собственно, как-то так. Есть, что добавить еще, Влад? Ну, по бою этому нет. А так, в целом, ну, я думаю, что я, в принципе, наверное, дам какие-то прогнозы на этот, ну, на этот карт, потому что боев много, коэффициенты есть интересные, поэтому, да, ждите, как бы, вешалки и ждите прогнозов. Да, ребят, просто очередной раз хочу напомнить, что ссылка на сообщество Deposit Project, она всегда вот здесь висит, в ссылках сообщества. Там, Влад, свои ставки всегда после вешалки, бывает до вешалки, бывает, там, чуть позже, там, да, но выкладывает свои ставули, он их, как бы, на стене как-то там публикует. Я это потом в табличку компилирую, закидываю на сплит, чтобы именно подписчики сплита могли, соответственно, тоже ознакомиться с этим. Вот, я не пытаюсь сказать, что сейчас, что Влад, там, супер охуенный прогнозист, там, охуенный заход. Нет, я просто, я просто, как бы, знаю, что пацан, как бы, разбирается и хочет разбираться, реально, да, пытается докопаться, смотрит бои, анализирует, и, как бы, его ставки, они, может быть, не всегда, там, в кавычках, ЖБ-ЖБ, но это, как минимум, интересные варианты. Вот, у нас, кстати, между прочим, очень часто, когда, например, я пакет публикую, да, платный, он, как бы, закрыт, и потом Влад выдает свои ставули бесплатные, у нас очень часто бывает пересечение, на самом деле, каких-то ординарах, там, или, может быть, двойниках, то есть, как бы, поэтому, зачастую мысли сходятся. Вот, в целом, как-то так, так что, ждите вешалку, ставки от Лада будут, вот, может быть, ЖБ-ЖБ какую-нибудь накинешь? Кстати, да, да, я думал об этом, но, опять же, ЖБ, блядь, ну, пусть будет это, короче, Олег Борисов, плюс Рустам Керимов, нормально, ну, там, что, на XB-те, там, она, какой-то, так, Олег Борисов, плюс, кто еще, Керимов? Да. Сейчас, 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 где Керимов-то, ебать, не вижу. Ну, 2,08, там. Так, да, 2,08, получается, туговый коэффициент, ну, вот, такая прикидка, она, заранее. И, собственно, вот, я обещался по Глории сказать, но я тут никаких прогнозов давать не буду, я просто некоторый момент накинул. По Глории я уже давал ставку ординар на Хезди Гергеса, потому что, реально, хороший ординар за хороший коэффициент, реально в хорошей форме сможет перестрелять более медленного оппонента, как я и считаю, поэтому андердог реально прикольный. Остальные все ставки не так интересны, там, фавориты, либо за низкий коэффициент, они не оправданы, как по моему мнению, да, андердоги, тем не менее, все равно не внушают доверия, как бы, какая разница, за какой коэффициент ты забираешь ставку, если она проебется, как бы, да. Но, чем интересен именно Xbet, в отличие от париматча, они на Глории выдают тоталы, причем тотал полтора больше, два с половиной больше. Реально, можно фактически на каждый бой ординарами забирать тотал, блять, больше, вот, который они предлагают. Потому что в кикбоксинге, как бы, досрочки, это, на самом деле, история гораздо менее редкая, чем в том же самом ММА. Вот, поэтому, как бы, пацаны, реально, кто хочет именно рискануть на Глорию, посмотреть, как прокатит, вот, предлагают такой момент. Просто забирайте ординарами все ставки, ну, тотал больше на каждый бой, там, два с половиной больше, полтора больше, сколько предлагают. Ну, как бы, на свой страх и риск, естественно, ну, хотя посмотрите, что за этого получится. Вот, в целом, как-то так. На этом все, пожалуй, ладно, да? А, ну, это я хотел еще добавить, то, что, в принципе, хотелось бы сказать спасибо тем ребятам, которые донатят, которые поддерживают. Да, да. В принципе, наши вот эти какие-то порывы, то есть, насчет прогнозов и так далее, подкастов. Если вы будете слушать этот подкаст, вот, как бы, вам отдельное спасибо, ребята. И, в принципе, тем, ну, кто имеет желание поддержать, вот, как бы, вот, например, если бы не было, допустим, этой поддержки, то, вот, например, этот карт бы, я бы, наверное, хуй бы сел бы разбирать, потому что, ну, боев очень много. И, блядь, ну, желание смотреть, блядь, половину карты нижнюю, ну, вообще крайне было низкое. А вот какие-то такие подогревы, так скажем, они, как бы, возникает желание, то есть, дальше что-то делать, что-то смотреть, что-то рассказывать. Как-то, кому-то, может быть, это поможет. И вот они, так скажем, выражают благодарность. В принципе, ребятам спасибо за это, вот, как бы, вот. Да, да, то есть, как бы, я просто в очередной раз напомню, что, конечно, я, там, развиваю свою группу, сплит, я подкасты какие-то буду записывать, в любом случае, там, в том или ином виде, там, на те же самые турниры UFC, даже если не будет напарников, собеседников, я в одно ебало буду записывать. Но, вот, именно, ребят, которые, там, мне помогают, вот, сейчас, Влад, в последнее время, да, вот, мы с ним в тандеме работаем, неплохо, мне нравится, да, как бы, я же ему за это ничего не плачу. Вот, и когда, реально, да, там, кидает, ребята, там, донаты, именно, да, там, спасибо, ребята, за подкаст, там, туда-сюда, там, прочее, я, вот, все вот эти донаты, я с Владом делю 50-50. Вот, реально, да, вот, допустим, на UFC записали подкаст после турника, там, написал мне, допустим, подписчик, глядь, пацаны, спасибо, вот он, там, рублишка, там, да. Да, как бы, пятихатка сразу Владу отлетает, и у него, соответственно, этого мотивация поднимается, и у меня, конечно, мотивация поднимается, но у меня больше, как бы, все равно в сторону платных прогнозов и прочего, а вот, как бы, вот, Влада, как бы, донат больше подогревает. Так что, если... Ну, да, типа, прогнозы же бесплатные, я даю, типа, ничего не беру за это. Да, поэтому, ребят, просто, как бы, я еще раз повторю, что в том или ином виде подкаста я даже в одно ебало все равно буду записывать, но если вы хотите какого-то более такого диалога какого-то, да, поэтому, как-то, смотрите, это уже зависит реально все от вас. большому счету мотивация моих собеседников зависит от вас вот как то так поэтому еще раз спасибо да всем ребятам которые донатят то что я сам забываю постоянно да в этом как-то напомнить сказать приходит в комментариях писать но это реально очень сильно помогает на этом все пожалуй да все да надеюсь что информация поможет вам и предостережение конкретной рекомендации советую конечно посмотреть процедуру официального взвешения после этого делать ставки надеюсь что все все будет хорошо все будут в плюсе и вообще все будет прекрасно на этом все спасибо до свидания